Казанский федеральный университет посетила делегация Ташкентского финансового института. В Казанском университете имеются экономические университеты, а наши направления тоже подготовились по финансово-экономическому направлению. В связи с этим мы сегодня приехали в Казань. В Казанском университете состоялся мастер-класс по повышению квалификации для студентов. Коллеги, мне очень приятно с вами встретиться, я очень рада видеть всех вас. Медики униклиники, спасение жизни для них обычное дело. Ишемические инструкции в сегодняшний день получают возможность таких пациентов излечивать. Всем привет, в эфире университет, а в студии Карина Саяхова. В Государственной Думе Российской Федерации открылась выставка, посвященная тысячестолетию официального принятия ислама в Оржской Булгарии. Торжественную церемонию посетили председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин, президент Татарстана Рустам Мениханов, а также руководители всех фракций и депутатов. Экскурсию для них провел директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрудинов. В экспозиции повествуется о развитии булгарской государственности и мусульманской культуры, становлении отечественной мусульманской богословской традиции в России, а также о современном возрождении ислама и святынь древнего Болгара. Казанский федеральный университет посетила делегация Ташкентского финансового института. Все подробности смотрите далее. Встреча руководства Казанского федерального университета с делегацией Ташкентского финансового института стоялась в главном здании университета. В первую очередь визит преследовал цель знакомства с Казанским университетом. Директор института управления экономики и финансов КФУ Найля Богудинова отметила, что самое большое количество узбекских студентов учатся именно в институте управления экономики и финансов. Они в самом деле не просто учатся, мы уже с ними работаем, они уже занимают, ну пока еще не самые большие пасты в банковской системе, финансовой системе, в казначействе Республики Узбекистан. Многие работают в вузах, особенно те, кто закончил магистратуру. На сегодняшний день в Казанском университете учатся 2282 гражданина Республики Узбекистан по всем формам и направлениям подготовки. Основной формой взаимодействия КФУ с вузами Узбекистана является реализация программ двойного диплома в рамках договоров о получении двустороннего образования студентами. В настоящее время в вуз реализует 45 программ бакалавриата, специалитета и магистратуры по различным направлениям подготовки. Приоритетны в первую очередь для экономики и социальной сферы Республики Узбекистан. В Казанском университете имеются экономические университеты, а наше направление тоже подготовка специалистов по финансово-экономическому направлению. В связи с этим мы сегодня приехали в Казань, ознакомимся поближе и создать условия для дальнейшего сотрудничества. 19 мая гости планируют посетить 8-й международный экономический саммит России «Исламский мир» «Казан Саммит-2022» главную площадку экономического взаимодействия Российской Федерации стран «Исламского мира». В Казанском федеральном университете состоялся мастер-класс по повышению квалификации для студентов. Все подробности узнавал наш корреспондент Глеб Нигматим. 17 мая в зале попечительского совета Казанского федерального университета провели мастер-класс по повышению квалификации для студентов государственного муниципального управления. Суть тренинга заключается в формировании имиджа и развитии навыка управления. Занятия для будущих коллег провели специалисты из государственных органов Республики Татарстан. Коллеги, мне очень приятно с вами встретиться. Я очень рада видеть всех вас, потому что вот мы уже ветераны государственной службы, очень хотим, чтобы на смену нам приходили все более и более умные, образованные и очень интеллектуально развитые и, самое главное, одержимые идеи государственной службы люди. Перед встречей со спикерами студентам показали небольшой информационный и мотивационный фильм. В нем показывались особенности управления в Республике, а также разнообразные идеи и стратегии по ее развитию. Все это было сделано для того, чтобы студенты получили заряд положительной энергии и почувствовали себя частью чего-то общего. Престиж государственной службы сегодня, ну, мягко выражаясь, что мы сегодня в телевизорах видим, это про милиционеров и про бандитов, да, фильмы. Значит, а вот выполнение добросовестных функций государственных муниципальных услуг, те, которые необходимо оказывать, ну, мягко выражаясь, не всегда мы видим по телевизору и, естественно, у населения вытекает соответствующее мнение. После показа фильма в зал попечительского совета прошли спикеры. Каждый из них поприветствовал студентов и выступил с мотивационной речью. Специалисты утверждали, что эффективность власти зависит от наличия квалифицированных кадров, способных предпринимать быстрые и грамотные решения. Глеб Нигмати, Маргарита Михайлова, Универньюз. Спасение жизни для них – обычное дело. Медики униклиники Казанского федерального университета ежегодно проводят около 800 операций с помощью современного высокотехнологичного метода тромбоэкстракции. Все подробности смотрите в сюжете Маргариты Михайловой. Специалисты сосудистого центра на базе медико-санитарной части КФУ спасли жизнь 62-летнему пациенту с инсультом. Мужчина поступил в отделение в тяжелом состоянии. В результате обследования выявился тромбоз крупной артерии, снабжающей правое полушарие головного мозга. Всем известно, что инсульт – это очень грозное заболевание. Инсульт занимает первое место в структуре смертности и второе место по инвалидизации среди всех заболеваний. Внедренная программа на территории Российской Федерации Республики Торстан по лечению инсульта, противоинсультная программа, включает в себя комплекс мероприятий, позволяющий снизить смертность, повысить эффективность нейро-реабилитации с помощью высоких технологий. Симптомы у пациентов примерно одни и те же. Нарушение речевой функции, паралич конечностей. Виной всему тромбы, образование, перекрывающее сосуды и блокирующее поступление крови в определенный участок органа. Подобные случаи нередко приводят к летальному исходу. Однако методика тромбоэкстракции позволяет буквально вытянуть тромб из сосуда и спасти жизнь пациенту. Сама по себе операция проходит в течение получаса, на самом деле очень быстро на сегодняшний день. И данная операция в нашем центре проводится уже чаще, и больше пациентов получает высокотехнологичную медицинскую помощь. Медики подчеркивают, что при наличии любых симптомов инсульта необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту. Если пациент вовремя не получит помощь, часть головного мозга может отмереть. Эффект от операции появляется уже спустя час. Речь человека и опорные двигательные функции восстанавливаются. Ишемический инсульт на сегодняшний день получает возможность таких пациентов излечивать. То есть раньше они все-таки, риск смертности был намного выше, инвалидизация. Сейчас такие пациенты восстанавливаются и получают необходимую высокотехнологичную помощь. Ежегодно в сосудистый центр на базе медико-санитарной части КФУ поступают около 800 пациентов с инсультом. Специалисты центра успешно практикуют методику тромбоэкстракции. Период реабилитации после нее в среднем занимает месяц. Маргарита Михайлова, Хафиз Гараев, Универньюс. В главном здании Казанского федерального университета открылась выставка «Пара Хазилаглу», посвященная труда профессора Николая Катанова. В чем заслуги ученого и какие экспонаты представили организаторы? Во всех подробностях разбирался наш корреспондент Глеб Нигматин. В Казанском федеральном университете открылась выставка, посвященная Николаю Катанову, заведующему музею отечествоведения. Сюда еще в XIX веке он привозил экспедиционные материалы. Катанов всю жизнь посвятил полевой этнографической работе. Основы его трудов – личные наблюдения, опрос местного населения и описание фольклорных трудов. Проводя свои этнографические экспедиции, Катанов привозил, конечно, большое количество этнографических предметов для того, чтобы студенты университета могли изучать различные народы. Эти предметы он передавал, дарил в музее. Сейчас коллекция, собранная Катановым, находится в фондах этнографического музея и Национального музея Республики Татарстан. В выставочном зале музея были представлены хакасские предметы, приобретенные Катановым в селах Енисейской губернии. В число экспонатов вошли коллекция кесетов, курительных трубок и рукавиц. В качестве гостей на мероприятие были приглашены ученики лицея имени Лобачевского. Перед открытием исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский возложил цветы к могиле этнографа. Еще при жизни Николай Катанов подарил музею фотографии жителей Минусинского уезда. К экспонатам ученый приложил подробные описания. На сегодняшний день большее количество рукописей из коллекции этнографа принадлежит научной библиотеке имени Николая Лобачевского. Глеб Нигматиф, Фарид Захит Аглы, Универ Ньюс. С 15 апреля по 30 мая 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит общероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!